Посадить ангела с крылышками, на следующий день у него вырастет хвост и рога. Работал по какому принципу? Власть не дают, власть берут. Отношения между двумя Андреями не сложились, повторяя того же Порошенко. Владимир Александрович, вы делаете все правильно. Здравствуйте, это Политека Онлайн, я Инга Мизерия, Андрей Золотарев, политолог, мой гость сегодня. Здравствуйте. Добрый день. Андрей, вы, наверное, как и все, мы смотрели пресс-конференцию Андрея Ермака, нового главы Офиса Президента. Скажите, пожалуйста, он произвел на вас впечатление и какое? Большое впечатление Андрей Ермак не произвел, но, во всяком случае, этого и не требуется. Это, прежде всего, должность техническая, не публичная. Но у украинской политики все не так. У нас традиционно глава президентской канцелярии, глава администрации, глава Офиса Президента, работал по какому принципу? Власть не дают, власть берут. И с чисто технической должности глава канцелярии превращался во всемогущего Дмитрия Табачника, когда шутили, что Леонид Кучма работает президентом в администрации Дмитрия Табачника. Но есть универсальные законы власти. Вот один из неписанных, я говорю, власть не дают, власть берут. Но есть и то, что у Макеавелли прописано. Всегда избавляйтесь от тех, кто привел вас к власти. И в этом плане отставка Богдана, она была вполне прогнозируема. Ибо, тут два момента. Действительно, время от времени Богдан демонстрировал то, что он ведет президента. То есть, вот эта формула, Владимир Александрович работает президентом в офисе Андрея Иосифовича, я думаю, это не мог не заметить, это Зеленский. Я думаю, это достаточно болезненно воспринималось. Другой момент, это специфический стиль коммуникации и решения вопросов Богдан. Иногда там такой переходящий на откровенно хамский. Естественно, это не могло не вести его по пути конфликтности. Эта конфликтность нарастала, и то, что отношения между двумя Андреями не сложились, это было заметно еще и осенью, это секрет Палешинеля. Вопрос в том, что эта отставка прогнозировалась еще в начале года, когда Богдан на месяц ушел в такую внутреннюю эмиграцию, по сути самоустранился, работал до обеда, писал, что сукотища. Но, собственно, это такой посыл, а попробуйте-ка без меня. Ну, попробовали, мы прекрасно видели и факапы того, что происходило без участия Богдана. Ну, чего стоит Иерусалим, чего стоит поездка в Освенцем или Давос. Там же вопрос даже не в содержании речи, а в том, что организационно это было провалено. Выступает президент Пакистана, полный зал, заканчивает выступление, встают, уходят. Зеленский остается без аудитории. А для Зеленского, учитывая его характерологические особенности, это смерти подобно. Он должен чувствовать аудиторию, подписываться его энергетикой, поскольку без этого он смотрится бледно. А мог Андрей Богдан обеспечить то, чтобы лидеры стран, крупный бизнес других стран, в общем-то люди, которые решают мировую конъюнктуру, чтобы они остались и послушали. Все-таки Пакистан это нефть, это немножко другие отношения. Нет, Пакистан это нефтяные монархи. Вопрос в другом. Возможно, там бы не было акул бизнеса и грандов мировой политики, но аудиторию, в принципе, можно было наполнить. И тут, скорее, фактически заправлял, вот этот январь месяц, правил бал Андрей Ермак. Теперь из статуса, скажем так, статуса помощника, советника президента, он становится полновластным главой президентской канцелярии. Уже, ну, собственно, любой статус его, он говорит, это наполовину. Теперь он, пусть и не первый, но и не второй в иерархии власти человек. Поэтому, ну, первое впечатление его пресс-конференции. Мне кажется, что Ермака будет тянуть в те сферы, где он себя чувствует комфортно. Это свойство любого человека, это, ну, человек всегда стремится заниматься тем, что ему понятно, что ему близко, и то, что ему чуждо там, где он не разбирается. Он стремится это или делегировать полномочия, или припручить другим. Так вот, как раз, возможно, внешняя политика, коммуникация с Россией, прямые поставки газа, минский процесс, что может претендовать, если не на сенсацию, то на топ новостей. Это то, что достаточно четко высказался намерение выполнять форум Штармайера. Невзирая на все внутренние препятствия, после заявлений Алексея Резникова, которые сводились к тому, что мы не можем отказаться от минских соглашений, но и не можем их выполнять, ну, это как-то уже играет, смотрится это уже под другим углом. Где слабое место, уязвимое место Богдана, Ермака? Надо отдать должное Богдану, что он сумел какую-никакую архитектуру власти выстроить, расставить людей, наладить коммуникацию с Верховной Радой. Плохо или хорошо, но, допустим, повторяя того же Порошенко, у которого был засадный президентский полк, обеспечивающий ему персональное президентское большинство, депутатские группы в предыдущем созыве Верховной Рады. Теперь у Богдана, это такая, доверяя делам, Давира, депутатская группа, как мы видим, ситуация, особенно на фоне провала законопроекта, который давал президенту полномочия назначать главправоохранительных структур, говорит о том, что как раз в этой сфере у Богдана тоже накопились проблемы. Ну и самое главное, потому что все строят версии о том, что послужило отставкой волны, отжимание Коломойского от власти, внешний фактор, там, дескать, на авансену, там, коммуникация с Москвой, значит, на авансену должен выйти Ермак. Или внешний фактор со стороны Вашингтона, где Трамп триумфально отбил угрозу импичмента и, возможно, скажем так, проявит большую активность на украинском направлении. Ну, это все конспирология, мне кажется, все-таки все главное именно в психологических особенностях, потому что вот этот стиль, фирменный стиль Богдана, ну, на нем долго, собственно, ни один президент долго бы вытерпеть такой стиль не смог бы. То есть, это стиль несущей конфликтности и априори он дискомфортен для Зеленского. Если Богдан указывал, что делать Зеленскому, то, я думаю, теперь он нуждается, Зеленский хочет того, скажем, с кем он будет себя чувствовать более комфортно. Ну, по крайней мере, который будет говорить, Владимир Александрович, вы делаете все правильно. Вот, возможно, Ермак является такой фигурой, поскольку не стоит усложнять природу вещей и давать такие конспирологические сложные объяснения тем вещам, которые лежат на поверхности. Теперь мы увидим больше Зеленского. Я думаю, такая задача стоит, поскольку внутриполитическая ситуация такова, то есть, те вызовы, перед которыми стоит страна, Зеленскому надо проявить большую активность, в том числе и во внутренней политике. И, смотрите, что мы видим на Зелено фронта, внутри Слуги народа. По сути, Коломойский контролирует в Верховной Раде порядка 30 штыков. Вот эти первые звоночки по силовикам, провальный законопроект, дефицит голосов по законопроекту об обороте земли сельхозназначения. Ну, пора заняться, потому что впереди местные выборы. И проиграть местные выборы для Зеленского, ну, собственно, это сразу превратится в хромую утку. Ну, вот местные выборы, ведь они очень сильно всегда отличаются от выборов Верховной Рады и президентских, потому что в первую очередь на местных выборах голосуют за людей, которых знают. Даже не так важно, какие политические силы они представляют, они учились в одной школе. На первое место выходит личностный фактор. Именно поэтому те политические силы, которые много набирают на местных выборах, не попадают в Верховную Раду и наоборот. Там аграрная партия и, ну, куча этих партий, которых мы не знаем. Аграрная партия, наш край, аграрная партия, да, у них очень хорошие позиции в регионах, но они пока не могут заявить о себе как всеукраинская политическая сила. Я о том, что, в принципе, если бы выборы, например, местные проходили не осенью 2020 года, а осенью, например, 2019 года, после победы Зеленского, после монобольшинства в парламенте, мы бы увидели другую картину, могли бы слуги народа и там тотально все. Да, вот как раз вот этот паровоз Зеленского, он бы радикально переформатировал бы состав местных элит. А вот к осени 2020 года может сложиться такая ситуация, что придется вступать в альянсы, во многом противоестественные, придется решать куда более сложную задачу, то есть идти по пути договоренности. То есть реально осенью 2019 года, когда рейтинг президента был на заоблачных 65-70%, Зеленский был таким паровозом, который мог в местные, в областные советы, ну и не будем забывать о том, что действовал, собственно, теперь уже новый избирательный кодекс, а он полностью меняет правила игры, и к этим правилам игры как раз местные элиты еще не готовы. То есть приходится объяснять, что по теперь как раз на уровне больших городов, областных советов важен партийный флаг, а напротив, в малые города до 90 тысяч, там как раз не столь важен партийный флаг, а большую роль будет играть личность, известность человека. То есть многое меняется, и вот как во всем этом пропетлять слуги народа, это будет очень-очень непростая и сложная задача для Зеленского. Почему я говорю, потому что как раз региональная политика, хотя, да, Богдан, Коломойский довольно успешно продвигали креатуры на местах, вот если посмотрим, то у Пинчука заметно представительство на уровне Киева, Коломойский как раз сосредоточил усилия, проводя свои креатуры на региональном уровне. И я думаю, осенью команде Зеленского придется с этим столкнуться. Во всяком случае, отставка Богдана, она приведет к обострению борьбы, усилит кварталовцев, верных зеленинцев, в противостоянии с проверными коломойцами. То есть они уже сегодня выступают, ну, по сути, послушайте, их представители, это, по сути, уже оппоненты, это оппозиция президенту. Но формально они пока находятся в рядах слуги народа, но как долго, я думаю, собственно, политическая борьба, конфликт пойдет по нарастающей. Ну вот, когда мы говорим люди того или люди сего, мы понимаем, что есть вообще нехватка кадров. Нет, нехватка кадров для того, чтобы там губернаторов и любых других. У нас, если люди не иллюстрированные, потому что они работали при, допустим, Януковиче, то они в любом случае все за 30, тем более 35, они все уже где-то работали. Знаете, как мы сейчас говорим, вот смотрите, там в ДБР у нас заместитель, он на самом деле был в команде юристов Януковича. А вот, смотрите, Богдан, он был юристом Коломойского. И любого человека, которого можно взять, Ермак, он был советником представителя партии регионов Тедеева. То есть, в принципе, у любого человека уже есть какой-то вот этот шлейф, который его как и опыт выступает, и как можно считать, что какие-то скелеты в шкафу. Вот что здесь делать? И возможно ли найти абсолютно независимых людей? Дело в том, что хороших, ну вот логика, там мы заменим плохих парней хорошими парнями, она в украинских условиях абсолютно не работает. То есть, надо создавать такие условия, чтобы даже, пускай проблемный персонаж на должности, ну, чтобы у него стали предохранители от вора, коррупционера и дурака. То есть, институционально менять. А так, с таким подходом вот мы приведем новых, незапятнанных, и они, знаете, в системе украинской власти есть руководящие кресло, посадить ангела с крылышками, на следующий день у него вырастет хвост и рога. В нынешних условиях. И мы это видим. А отсюда вот, как бы, дефицит короткой скамеи, скамья запасных, она приводит к вот таким зиц-председателям, вот типа Днепропетровского губернатора, который у Гузеевой «Вдавай поженимся» вступал в кастинге актеров, там рекламировал «Нижнее белье», ну и Гончарок у нас, по-моему, гулял по этим, по ТВ-шоу, там, по массовке. Мы же знаем, что, как правило, там вот на телевидении в основном выступают нанятые актеры. Ну, что касается массовки, интересный шоу, мы понимаем, что это, знаете, для многих это просто как развлечение, времяпрепровождение, и, в общем-то, попасть и посмотреть какую-то программу. Убить несколько часов времени, если это серьезный человек, если он занят делом, если у него есть семья, ну, это такая непозволительная роскошь, это такое… Ну, нет, ну, смотри, я тут с вами поспорю, потому что давно на телевидении понимаю, что для некоторых людей это действительно работа, и это… Для пенсионеров, да, безработных. Да, то есть это действительно работа, а для некоторых это, знаете, ну, как сходить в кино, они, наоборот, ищут возможность каких-то знакомых, чтобы просто посидеть, посмотреть на своего, там, любимого ведущего или увидеть, как проходит съемка. Поэтому в данной ситуации мы не знаем, в качестве кого Алексей Гончарук там сидел в первых рядах, как человек, которому нужно было заработать деньги на проезд, или как человек, которому просто было интересно, из чего сделано телевидение. Так что, да. Ну, и интересный кадр, который облетел соцсети за последние сутки. Ну, это вот как раз это материализация тезиса о короткой скамье запасных. Но я все-таки считаю, что ключевым критерием должен быть профессионализм. Поскольку, даже если человек не чист на руку, система может по руке, если она залезла, горшочек с медом ударить. Но если система такова, что, ну, как говорится, круговая порука, и всех друзьям все правилам закон, ну, тогда бессмысленно надеяться, что мы приведем хороших парней, и все изменится к лучшему. Большое спасибо, Андрей. Андрей Золотарев, политолог, был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политэко онлайн, на канал наш. Подписывайтесь, лайки нам ставьте, и, конечно же, не пропускайте видео. До свидания.